Приветствую всех подписчиков и зрителей канала People Life. Моё имя Нонна Муссолян. Сегодня у нас на календаре 1 августа, и мы записываем традиционно по вторникам с нашей постоянной гостьей, торологом Еленой Дюн, это интервью для вас с порцией новостей. Здравствуйте, Елена. Виталий. Рады видеть. Хотелось бы начать сразу с того, что август, он, по всей видимости, будет горячим, потому что он уже начался, уже с 31 июля у нас новости какие, да, мы знаем, о трагедии в Кривом Роге, это ужасный теракт. Хотелось бы спросить, что этим Кремль хотел сказать Владимиру Зеленскому. Это его родной город, это было именно какое-то предупреждение для него. какой-то привет ему. Почему именно Кривой Рог? Почему именно Кривой Рог и удар по Кривому Рогу? Почему именно Кривой Рог? Смотрите, здесь опасность идёт не только Кривому Рогу, вот они предупреждают не первый раз. Здесь опасность идёт, видите, детям, всё, что связано с детскими учреждениями и людьми, домами, да, многоэтажками. Это им нужны жертвы. Жертвы — это не только обязательно Кривой Рог, это, к сожалению, было в Сумах, да, в последнее время Одесса, но мы видели и Харьков, и многое другое. Почему именно в данном случае Кривой Рог по наводке? У меня-то писали в комментариях, почему не сработало ПВО, потому что что-то быстрое. Ну, видимо, какая ракета там была, такая, которую тяжело сбивается. Это ещё, знаете как, это я бы сказала, если конкретно спрашивать, почему Кривой Рог. Здесь больше как бы не привет, я бы сказала, Зеленского. Я не вижу на сегодня карту Зеленского, хотя перед этим, вот когда наносили удар, по Кривому Рогу была. Здесь что-то связано с представителями, не секрет, что там есть такая сугубо такая рьяная, ну, если сказать, любителей русского мира. Это касается каких-то олигархического сообщества или же какого-то достаточно большого бизнеса. Какие-то там были предложения мутные, вот что-то в этом плане они не поделили. Это больше как бы предупреждение им, в адрес определённых властьимущих людей Кривого Рога. Вот так бы я сказала. Да, интересный ход. Хорошо, спасибо за ответ. Двигаемся дальше. И всё-таки хотелось бы ещё задать один вопрос о Владимире Зеленском. Сейчас всё чаще в информационном поле начала появляться информация о том, что а-ля готовится замена Зеленскому, если его уберут или там, если с ним что-то случится или ещё. Я эту тему постоянно раскручиваю. Понятное дело, что проще всего говорить, чем встать на место человека и пройти этот путь, который он проживает с первого дня войны. Мы понимаем, как ему нелегко и как иногда можно даже какие-то решения принять опрометчивые и так далее. Но тем не менее, эта вся тема раскачивается. Давайте посмотрим, спросим у ваших карт, оказывает ли кто-то давление, если да, то кто? Что там происходит на самом деле? Зеленскому готовит замену? Что хочет, чтобы Зеленский ушёл? Что такое президентное? Да, прямо есть такие, знаете, желающие. Это типа такая… Это желающие? Можно как-то посмотреть? Запад? Сейчас, да, сейчас я посмотрю, желающие. Тут идёт ему постоянная угроза смерти, угроза жизни, правильно сказать. И в поездках, вот то, что он ездит на передовую, и как бы постараться… Или же у меня уже было в раскладе, отстранить его, хотя бы на какой-то момент отстранить путём уложить на больничную койку. Вот кто за этим стоит? То, что за этим стоят и зне, за этим стоит Кремль однозначно. Видите, здесь по этим картам у меня ФСБшной силы Кремля. Здесь за этим стоят и местные какие-то олигархические группы, у которых уже выборы на носу, и которые бы хотели всё бы оставить как есть. Как было 30 лет или 25 лет для них, как они грабили 25 лет страну, так продолжать грабить страну дальше. То есть тут много составляющих, потому что, видите, Зеленский, он стоит на своём, он уперся, никаких переговоров, никаких действий, а только всё на условиях Украины. Действительно, ему большая угроза идёт в жизни. Скажите, пожалуйста, понятно, что, наверное, сейчас не совсем корректно прям спрашивать. Мы не будем задавать вопрос. Но давайте попробуем сформулировать, достаточно ли он охраняется высшими силами, своими покровителями. Потому что у него-то функция очень глобальная сейчас. Зеленский достаточно защищён. Он защищён. Защищён достаточно хорошо. И как бы и высшие силы его охраняют. Я уже говорила, что даже защиту на него ставят. Это не по его просьбе. Это мощная защита, которая постоянно обновляется. К этому он не просит об этом, но это делают. Но здесь, видите, здесь опасность идёт уже теперь и дальше показывают, в том числе исходит и из его окружения. Тоже в его окружении есть не один, а несколько человек, которые тоже настроены. В лицо улыбаются, да, как бы всё, маска такая. За лицо, за спиной тоже проворачивают такие делишки, потому что земля под ними горит. Они понимают, что ещё немного, ещё чуть-чуть. И как бы они уйдут в тень. И если не пойдут дальше к ответственности, их не привлекут. То есть, знаете, тут целое такое около него. Ему надо опасности ждать буквально со всех сторон. Но защита, да, есть. Достаточно серьёзная. И в физическом плане то, что касается охраны и то, что касается свыше. Да, хотелось бы, чтобы был защищён. Я даже слышала когда-то одну версию и когда считала его дату рождения, тоже поняла, что у него, кстати, покровительство Архангела Михаила очень сильное. Поэтому мы уповаем на то, что всё будет по справедливости и Владимир Александрович под защитой. С ним будет всё в порядке физически. Следующий вопрос. Одно из таких вот тоже недавних происшествий. сегодня ночью ДРГ пытались пробраться в Черниговскую область со стороны России. Под диверсантом открыли огонь на поражение и враг отступил. Мы знаем, что ДРГ это такая тема, они любят это всё делать из-под тяжка и так далее. Будут ли попытки в ближайшее время этих групп пробраться на территорию Украины, прорваться, пробраться, как правильно? Давайте посмотрим. Черниговская область, я предупреждала, что там такое возможно. Черниговская область, опасность ДРГшных групп со стороны извне. Черниговская область, ДРГшные группы. Смотрите, если по этим картам, то как бы везде им тупик и везде подвешенное состояние. Я бы сказала, есть ловушки. Но есть люди, которые пытаются, видите, провести их какими-то тропами такими, где обойти это. Я говорила, что в Черниговской области, особенно то, что касается, видимо, прикордонного, как это сказать, региона, что ли, правильно, есть все-таки любители русского мира, предатели, которые способны на то, чтобы провести как бы для того, с какой целью они идут. Ну что из этого получится? Не, будут держать здесь. Не, у них, смотрите, как я и говорила, путь в один конец. И тут даже вот эти люди, я смотрю, что как бы ими займутся. ими займутся, и тут как бы не хочется всего, да, рассказывать. Одним словом, каким путем бы они не пошли, дорогие группы, в Черниговскую область, все равно путь в один конец. Это не может не радовать. Двигаемся дальше. Елена, ранее мы с вами говорили о прогнозе на август, и мы с вами отдельно рассматривали Крым и территории ближайшие там города, да, и области в Крыму. И уже вот этой ночью были атакованы два патрульных корабля Сергей Котов и Василий Быков Черноморского флота РФ. Минобороны РФ сообщает, что атака якобы была тремя морскими украинскими дронами и произошла с юго-западной части Черного моря в 340 километрах от города Севастополь. Сейчас в Севастополе официально остановлена работа городского морского транспорта. Хотелось бы просить через карты ваши на самом деле чьи были дроны украинские ли это были и какие сейчас настроения у людей в Крыму, в частности, если мы посмотрим в Севастополь и вообще ближайшие дальше как будут развиваться события. Дроны украинские говорили по кораблям Черноморского флота России. Дроны украинские. Ну если мы говорим, да, то да. Однозначно, да. И это только начало, они говорят. Сейчас украинские вооружённые силы начнут активно осваивать морское пространство. Вот так я скажу. То, что касается моря. Не только суши, а и моря. Какое настроение в Севастополе и вообще в каком регионе россиян в каком регионе. Смотрите, если говорить про даже вот здесь мы спросили про россиян, здесь они про российское руководство видимо Черноморским флотом или же что с этим связано. Видите, тупик, подвешенное состояние. Достаточно сложная у них ситуация. Они боятся. Они боятся вот этих атак. Я так понимаю, что у этих дронов есть какое-то преимущество, когда их очень тяжело что ли обнаружить им. Ну что-то есть такое вот в этих дронах, которые использовались в данной ситуации. Поэтому пусть готовятся. Так что будем осваивать украинские вооружённые силы, будем сейчас активно осваивать морское пространство. Весело им там будет. То есть я поняла, Севастополь может готовиться. Ух ты, вот эти, я так поняла, вот это всё, что связано с водой, настроение как простых людей, как настроение простых людей в Крыму, что там. Страх присутствует. Страх, боязнь, боятся они обстрела. Видимо, вот эти постоянные взрывы, которые там раздаются, детонация. Ну то есть, смотрите, там у них идёт достаточно серьёзные проблемы. И то, что касается именно российских войск, там потери большие. Там уже были прилёты по складам, да, и там были достаточно жертв. То есть это всё будет продолжаться у них там. Я бы сказала, это ещё активно не начинали украинские вооружённые силы. Ещё активность впереди. То есть можете представить, сколько они уже там продетонировали вот эти снаряды и, по-моему, две базы они так сильно взорвали. То есть это начало, начало таких активного действия или действий, правильно я скажу. Будем наблюдать, как дальше будут складываться события. Следующий вопрос будет касаться тоже России, в частности Москвы. Мы знаем эти многоэтажки Москва-Сити. И вот они пострадали от атаки беспилотников. Мы видим, что обстановка накаляется. В Москву по чуть-чуть тоже прилетают беспилотники. Как себя сейчас чувствуют люди в Москве? И хотелось бы понять, их гражданская позиция и эмоциональный фон уже изменились? Давайте посмотрим, как люди себя чувствуют именно в Москве, москвичи. Как чувствуют себя москвичи. Задаются вопросом, где защита? Где защита? Вот в этом плане недовольство. Ну достаточно уже, знаете, такие мысли плачевные, такие негативные. ещё больше будут прилетать, ещё сильнее, ещё какие-то цели будут поражаться. Испуг, ну смотрите, испуг и бессонные ночи уже. У кого-то мысли уехать, сколько вопросов они задаются вопросом, куда? Да. Ну я скажу, что достаточно. И очень негативное, если мы спрашиваем вообще ещё какое состояние, очень много негативных эмоций в адрес власти. То, что обман идёт за счёт того, что та же защита и всё прочее. А где оно всё? Где это всё? Где обещания? Я бы не сказала, что они ну как к войне в Украине не относятся. Ну, по большому счёту я бы не сказала, что они прям таки сильно прозревают. Их сейчас больше беспокоит то, что касается то, что будет в Москве и Московской области. А то, что там будет жарко, это да, мощные прилёты. Вот это их беспокоит. Как бы чисто ну вот шкурные вопросы и претензии к власти. Вот так вот пока. Но страх большой. Желание уехать. Война ещё да, есть по-разному. Если тут не брать карты и допустим взять то, что пишут, есть и в Москве достаточно понимающие люди. Это ж не все там такие, что приветствуют войну. Достаточно людей, которые понимают, что происходит. но если брать в целом, то процентов 70 вот такие вот. Ещё с мороком на глазах. Ну, будем надеяться на то, что люди всё-таки начнут прозревать по чуть-чуть и то, что претензия к власти это как бы очевидно, потому что естественно люди начинают понимать, что не так всё безопасно, как казалось. время идёт, всё меняется, будем смотреть. Это всё причинно-следственная связь. Елена, у нас ещё есть несколько вопросов. Для чего россияне перевели четвёртый энергоблок Запорожской атомной электростанции в опасный режим, называется это опасная остановка? Это новая форма шантажа, хотелось бы спросить у Таро. Россияне перевели четвёртый энергоблок Запорожской атомной станции горячая остановка, что это? Ну да, это как бы однозначно шантаж. Это попытка, они сейчас будут искать другие ещё какие-то варианты, мощно воздействуя со всех сторон, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам. Им сейчас позарез нужны переговоры. Но при этом, понимаете, опять карты говорят, что это некое такое, то, что они творят, они до конца не понимают, что они творят. Потому что это всё-таки есть опасность, что оно может выйти из-под контроля. Поэтому тут опасность ещё на то, что касается Запорожской атомной станции, остаётся. в планах А если в процентном соотношении, то как вы видите, если так возможно, на Таро, как вы чувствуете информацию из поля? Это 20%, 30%? тут тут ещё по-другому. Сейчас смотрите, здесь сейчас я про проценты скажу. Ещё они всё равно у них остаётся в планах. Этот план они не оставляют осуществить какой-то теракт под украинским флагом. то, что это украинские вооружённые силы осуществили этот теракт. То есть вот это всё остаётся, если в процентном отношении, то я бы сказала, на сегодняшний день по этой карте видите, 50 на 50 всё. Нажали. Она то возрастает опасность, то сходит на нет. Но сейчас чем активнее сейчас стали украинские вооружённые силы продвигаться вперёд более активнее, тем более они задумываются о том, какой вид, что же сделать, как выйти из этой ситуации. Но здесь опять же идёт внешнее воздействие сильное на них извне. Ну-ка, что у них в планах по Запорожской атомной станции? здесь достаточно серьёзное давление извне, очень серьёзное и сильное давление. Понимаете, в чём опасность вот этого? Здесь опасность идёт не такой глобальной катастрофой, видите, по дурости совершить ошибку. По дурости то, что они там столько заминировали, то есть они как бы могут перехитрить сами себя. Это вот опять, да, то же самое, что они говорили раньше, как обезьяны с гранатой. Не знаешь, как оно поведёт, потому что это очень опасно такие действия осуществлять в отношении атомной станции. Благодарю за ответ. Вопрос следующий. Интересный вопрос, хотелось бы получить ответ от ТАРТ. Для чего Саудовская Аравия организовала уже вторую встречу на тему завершения, прекращения остановки войны в Украине. Туда пригласили 30 стран, представители 30 стран, но среди них нет представителя от России, то есть Россию как бы не пригласили. Почему? Почему не пригласили Россию в Саудовскую А кто поедет? Вопрос кто поедет? Потому что мы видим только двойников сейчас. Где основная фигура никто не знает, здесь тайна покрытая мраком. И я понимаю, что уже догадываются и знают, что там происходит, хотя они пытаются держать втайне. А двойника, если мы с вами отличаем двойников уже по телевизору. То есть тут явно намек на то, что какие-то достаточно серьезные преобразования идут выше руководства России. Некого посылать. нету вот это больное создание такое, которое бесконечно больное, больное, которого по сути нету. В этом плане. Понятно. Да, я поняла ответ, поняла, интересно. Совсем всё даже проще, чем нам кажется порой. есть еще два вопроса, они будут больше такого характера социального, я бы сказала, хотя тоже напрямую связаны с войной, но это все-таки больше информация для людей, для мирных. К чему готовится все-таки осень на носу, потому что 30 дней быстро пролетит, начинается сентябрь, октябрь и так далее. Что будет с нашей инфраструктурой в Украине? Будут ли новые блэкауты такого уровня, как были в предыдущем году, в 2022? Осенью вот они, осенью высшая военная руководство России будет бить осенью 2023 года, будет бить по инфраструктуре Украины, будет разрушать инфраструктуру в Украине. здесь как-то говорят, что в большинстве своем мы будем держать сбалансированную эту ситуацию, пока что ухода показано, так как они хотят не получиться. хотя под прицелом, да, они остаются, все, что связано с электричеством, с электроэнергией, но по ПАЖУ это может быть повреждено совсем мало, не так, как раньше. во-вторых, в Украину оно едет, оно поступает, оно не афишируется защитой. План такой есть, но здесь разочарование. Я не вижу, что прямо было так жестко на сегодняшний момент. последний вопрос в этом интервью. Хотелось бы поговорить о мобилизации, потому что мы постоянно читаем о том, что там меняется то, то, то. Это группа людей. Это как будет проходить теперь мобилизация осенью 2023 года? Будут ли какие-то еще дополнительные ограничения? Это одна часть вопроса касательно мужского населения. И вторая, все-таки интересует, будут ли женщин на учет ставить. Как будет проходить мобилизация мужского населения в Украине в осенью 2023 года? Как будет проходить? Ну, уже, видимо, то, что связано с проверками военкоматов, я не знаю, я там делала такой расклад, там большую рыбу сильно берут, те, кто уже зажрались, извините. Все равно какие-то взятки, видите, хоть небольшие, ну, по этой карте, да, карта жадности и извлечения возможности заработать нечестным путем, то есть у некоторых военкомов будут оставаться. так, что будут призываться? такое вот измельчение? Ну, тут тоже много несправедливости. Ну, как мы знаем, это, оно, как бы, понимаете, если оно раньше набирало больших оборотов, сейчас здесь больше будет присутствовать страх, страх того, что или же подставы, да, что там запишут, салют, но все равно достаточно много несправедливости при призыве в армию еще будет оставаться. Так бы я хотела. То, что касается мужского населения. Здесь надо коренным образом, я так понимаю, все менять. Что касается женщин, женщин в выпуске не уставить на счет в своем команде. Планируется женщин ставить на счет на счет женщин планирует ставить женщин. Ну, смотрите, по этой карте в планах да, есть то, что касается женщин. Планируют. не всех, но как-то выборочно да. Это будет какая-то группа определенная, определенных профессий или по возрасту? Это как-то возрастные, по возрасту будет, это как-то связано с возрастом, то, что будут призывать ставить женщин на учет, я подчеркиваю, на учет. Это с возрастом связано. Да, какие-то, там же, видимо, были у нас, я не помню, призыв, то, что касается женщин, да, они будут изменены, то, что касается призыва женщин, так планирует наша Верховная Зрада изменить это, видите, в более худшую сторону для женщин. Женщины, то есть будет риск есть того, что теперь женщины не смогут выезжать за границу, так как выезжали раньше, ну, например, если... Есть риск того, что женщины не смогут выезжать за границу в связи с тем, что планируют поставить женщину на учет. Есть риски, есть риски, есть риски. Да, у кого-то, смотрите, здесь хотя небольшая группа, попажу опять же, да, это небольшая группа, но так как раньше уже может не получиться, это действительно так, есть риски. Во всяком случае, смотрите, это пока что в планах. А ну-ка, наша Верховная Зрада, Верховная Рада протянет этот закон, протянет этот закон, то, что касается женщины. я не знаю, какой там умник сидит, кто его проталкивает этот закон, но это закон не со стороны военных, это закон с какой-то, я не знаю, такой еще хитрой подоплекой тут. Насколько удастся протянуть, чтобы женщину брали. Ну, знаете, как будем надеяться, что что-то изменится, потому что здесь идет карта иллюзии у меня, и здесь тупик. Дай Бог, чтобы они этого не сделали так, как они планируют. У меня такая мысль. А можно как-то еще уточнять там октябрь, сентябрь, ну вот как-то в стране и так уже демографический отток, да, кризис, потому что ну тут как-то прямо там король мечей выпала справедливость, это не идет из высшего военного руководства, да, от которой каталась архив военного. Да, чтобы, да, кто призыв, да, как вот обычного мужчин, здесь какая-то хитрость, подоплека вот такая-то во всем этом. Такое впечатление, чтобы больше вызвать недовольство. Так, они... верховная рада этот закон взять женщин на учет в сентябре, потащить в сентябре. Видите, видите, здесь какая-то опять, здесь какая-то игра, здесь какая-то нечестность в связи с этим, то, что они делают. это как будто вот за этим... Это знаете, как вот эта карта показывает, это вот то, что мы с вами говорили, это как бы настроить, видите, всё, что касается Зеленского, это карта у меня Зеленского, это как бы удар вот туда, ну, вызвать, поняли, вот такую шмоту замутить, что-то такое вот, в адрес куда, типа, куда же смотрит наше руководство. Да, в этом плане. Что касается, только ещё раз, что касается сентября, в сентябре 2023 года протачат они за то, что выпускают женщину на счёт. Ну, нет, я не думаю, что это будет сентябрь, октябрь, в сентябре протачат в сентябре. Ну, в октябре могут его как-то рассматривать, но тоже тут будет много недовольства. Пока я не вижу, честно, вот смотрю, сентябрь, октябрь, ноябрь, здесь уход, но ещё тут такая карта, что всё может измениться. Ну, такое рассматриваю, действительно, такое рассматриваю. Дай Бог, чтобы кто-то, дай Бог, чтобы у нашей Верховной Израды хватило мозгов, правильно принять законы. Да, конечно, хорошо, всё очень так чётко посмотрели, разложили, предупреждён, вооружён, то есть это не фейковые новости, это где-то на каком-то уровне идеи у кого-то есть. Есть, да, это специально, с такой, знаете, с хитростью, с подоклёвкой это подаётся. Ну да, понятно, это же провокация прямая в адрес того, чтобы начали протестовать и обвинять Зеленского и так далее, всё понятно. Теперь эта вся цепочка, она уже у нас мы видим, связь этого всего. Благодарю вас, Елена, на сегодня всё, ставим три точки. Вот, это наш как бы такой в начале месяца эфир, интервью, будем дальше смотреть, как будут развиваться события жаркого августа. Напоминаю нашим зрителям, что с нами на связи была Таролок Елена Бюн, все ссылки на YouTube-канал Елены, там регулярно обновляются новости, вы можете найти внизу под этим видео. Моё имя Нонна Мусолян, вы смотрите канал People Life. Берегите себя, будьте внимательны, заботитесь о своих близких и до новых встреч с новыми видео.